здравствуйте друзья хочу сказать что поскольку народа у нас на канале много то самые казалось бы экзотические ситуации случаются с теми кто нас смотрит и они иногда делятся я прихожу в такой невероятный восторг на этим от того что на свете бывает значит вот проблема такая возникла человека а человек находится в уникальной ситуации уникальность в том что он играл играл там пару раз в green card лотерею а очень программист играл и что-то не выигрывал а тут женился и не успел он жениться как выиграла жена green card лотерею буквально вот из солидарности с ним играла не то чтобы она там старалась куда-то уехать у нее так и мысли особо не было это часто бывает уже играют все играют это играть но в общем короче тут на него еще упала без ухи значит компания где он работал у них есть офис там где он жил не не знаю где жил а вообще-то они из соединенных штатов и у них офис соединенных штатах и мы тут же предложили работу где-то на севере там страны он так написал значит предложили работу и что-то так вроде не безумно много там типа тысяч шестьдесят пять-семьдесят но я вам хочу сказать шестьдесят пять-семьдесят бенефит и все дела и и ты не должен ее искать представьте себе что он был получил там скажем 80 тысяч но три месяца был бы в поиске работы это было бы было бы меньше чем вот эти вот шестьдесят пять-семьдесят поэтому совсем совсем не так плохо и да так у людей большое горе значит жена не говорит по-английски сам он более-менее объясняется может быть там не идеально очень с ним проблем особых нет но вот горе жена не говорит по-английски и как же это значит его жена она переживает естественно такое такое несчастье свалилось что надо ехать в америку она не будет по-английски как же она будет там работы если она не может работать если она не говорит по-английски там и так далее что я хочу сказать что знаете как чужую беду руками разбеду поэтому я вам скажу просто работы много сейчас во всей стране абсолютно любой то есть если ее не возьмут менеджером там а в дилер шип я не знаю там тойоты наверное ее не возьмут потому что она не говорит по-английски может она сама не захочет но есть так много всяких работ которые выполняют люди которые вообще не говорят по-английски что диву даешься иногда значит начиная с того что работать можно у людей которые говорят по-русски в частности например если это молодая женщина мы так понимаем значит она может работать с детками там побеседить буквально она может работать с пожилыми людьми которые предпочитают чтобы те кто их обслуживать говорили бы по-русски она может работать там где вообще языка особого не нужно там где-то в магазине там в большом там сзади баночки расставлять и так далее это неважно это же не то что вот и теперь всю жизнь баночки расставлять или всю жизнь там где-то княнчики это временный такой период когда она проходит социальную адаптацию в обществе и это гораздо лучше вот потом неважно уже за сколько денег ходить работать это гораздо лучше чем например ходить в сити колледж там учить английский язык это можно потратить всю жизнь и я знаю массу народа которые никогда потом работать не начали это это вообще путь никуда ну то есть если она работает и вечером там ходит сити колледж это замечательно если она part-time работает и свободное время свободное день ходить сиди колледж это мечта я не хочу ничего плохого сказать про сити колл я хочу сказать плохое про использование сити колледжа как заменитель как бы реальных отношений которые в которых человек должен в обществе находиться в частности производственных вот вот это плохо все остальное замечательно сити колледж шикарное место там где за даром дают такое что стоит на самом деле больших денег если он пойдешь за свои покупать вот поэтому я хочу сказать что супруга значит настолько в замечательном положении нашу нее деньги есть да муж зарабатывает значит деньги есть она абсолютно в полном порядке она не никуда не бежит у нее туфли не жмут понимаете там я не надо на ходу резать никакие подметки она совершенно спокойно входит в эмиграцию это мечта вообще то есть вот 99 процентов людей которые выделили green card даже мечтать не могут не то что вот это их мечта они даже мечтать о таком не мог поэтому я хочу сказать что конечно бывает что вот там что-то вот все не додали тебе тут не додали там проблемы здесь проблемы но это субъективно конечно мы понимаем что это субъективно вот там даже мечтать не могут а вот допустим ней не радостно этот как я там буду нормально будете очень хорошо будете то есть изумительно будет тем более у вас есть муж такой умница который зарабатывает и кстати вот так человеку раз работа в америке там даже и не искал ему так предложили он через год стольник будет получать вот он годик там побудет в этом месте в другом месте ему дадут стольник он придет с оффером этим настольник а его сказать не уходи вот тебе 120 вот вы увидите помените мои слова поэтому вот такой муж значит такая везуха выиграла футбери вообще вся жизнь можно сказать перевернулась хорошем смысле ох да друзья давайте порадуемся за молодоженов и за америку в целом которая можно сказать подгрузилась хорошими ребятами вот на волфтере не сидят там машины не бьет со страховками не мухлюют не ворует ничего в общем совершенно золотой народ поэтому все будет очень очень хорошо вот а если там место в котором вы окажетесь такое что там может быть мало соотечественников не с кем потусоваться и так далее хотя вряд ли я уже даже не знаю где же такое место должно быть вот ну значит есть форумы есть youtube есть там социальные сети ничего страшного не в такое время живем когда вот поговорить не с кем лучше чего чего а этого сколько хочешь сейчас так что в общем все хорошо и я поздравляю вообще вот вот эту парочку потрясающих безунчиков сказочных вот поздравляю и пусть им дальше так везет и пусть нам всем так везет как им везет пусть нам на 10 процентов так повезет как им повезло счастливо